Бисмиллахи рахман рахим часов вечера был, но сегодня мы сделали 7 часов, поэтому вы всегда следите в сторис, и мы будем выкладывать, в какое время будет урок. Наверное, обращайте внимание здесь на мой лоб, не пугайтесь, хиджаму сегодня сделал, поэтому также советую, у кого часто бывают головные боли, боли в глазах, в области висках, вот эта точка на лоб, те, кто хиджамой занимается, они лучше вам объяснят, вот эта вот очень такая эффективная точка, помогает, снимает боли, головные боли, у меня даже часто бывали там, какие таблетки только не пил, обезболивающие, по две недели голова не проходит, вот сюда ставишь эти точки, Аллах дает шифа, поэтому, как сказал пророк Мухаммад, саллаху алейхима салям, самое лучшее лекарство среди людей, сказал саллаху алейхима, это аль-кыс, кысту аль-хинди и аль-хиджама. Сегодня у нас тафсир, сура т-така-сур, 102 сура священного Кур'ана, вначале мы ее прочитаем, иншаллах, как обычно, потом переведем и потом возьмем тафсир этой суры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пока вы не посетите могилы, но нет, скоро вы узнаете, еще раз нет, скоро вы узнаете, о нет, если бы вы только обладали знанием с полной убежденностью, вы непременно увидите ад, вы увидите его своими глазами, да подлинно, в тот день вы будете спрошены о благах. Как обычно мы по традиции переводим, берем перевод, как переводят на русский язык, сейчас мы, иншаллах, углубимся с вами в тафсир. 102 сура священного Кур'ана, аль-така-сур. Говорится, что большинство, по большинству мнений ученых, то что это сура Макия, Микканская сура, и также некоторые из ученых сказали, что это Аль-Медония, Мединская сура. Аль-Хакум-Ут-така-сур, то есть переводится как страсть увлекает вас, но Аль-Хакум с арабского языка как Ан-Ся-Кум, Ан-Ся-Кум, то есть заставила забыть вас, Ач-Галят-Кум, то есть вас она, так в этой жизни вы, Аль-Та-Ка-сур, приумножение, то есть то, что вы много-много были заняты приумножением, то, что это приумножение заставило забыть вас и отвлекла от Ахирата, от вечности. То есть в этой жизни человек был так сильно занят приумножением, приумножением, до того, что он забыл об Аллахе, забыл о вечности, был занят только приумножением. Приумножением чего? Говорится, что богатство, имущество человека, когда, например, в свое время полностью бывают такие люди, вот только он думает о деньгах, думает о бизнесе, забывает молиться, забывает поминать Аллаха, это его, и думает, что, иншаллах, завтра начну, завтра начну, и так, так, так. До тех пор, пока вы не посетите могилы. Аль-Ауля, также сказано, То есть когда человек занимается приумножением детей, то есть полностью все свое время отдает детям, такие тоже люди есть. То есть забывает об Аллахе, субханаму а-та'але, поэтому, как Аллах в Коране говорит, Пусть вас не отвлекает ни ваше имущество, ни ваши дети, от поминания Аллаха, субханаму а-та'але. Также, говорится, как Это когда человек гордится своими отцами и своими дедами. И сабабан-нузул, причина из посылания этого ая, когда Курашиты, мы говорили, что есть племя Кураш, в них тоже вливаются другие племена. Были племена Бани Абдул-Манаф и Бани Сахм. Они между собой друг на другом возгоржались, то есть гордились, мы лучше, чем вы, наши отцы лучше, чем ваши отцы, и так далее. Также говорится, когда было вот это вот, гордились друг на другом ансары, жители Медины, или между иудеями. То есть, все они, Аллаху а'лим, это правильные, потому что есть мнение такое, есть мнение такое, есть мнение такое, но в общем, если сказать, когда два хаянь, то есть два клана, один клан гордится над другим. Вот это именно, это катор. То есть, почему Аллах, в следующем аяте говорит, посмотрите, уважаемые братья и сестры, страсть приумножения отвлекла вас, пока вы не посетите могилы. Пока вы не посетите могилы, то есть вы так были заняты вот этим приумножением, или в имуществе, или в детях, или гордыней друг на другом, до тех пор, пока это вас не привело в могилы. В могилы тут тоже два мнения. Первое говорится, что зуртуму макабир, то, что говорится, что эти вот два клана, которые друг над другом гордились, когда уже не осталось хвастаться кем-то, они ходили на могилы, на кладбище, и говорили, тут лежит мой отец, или тут лежит мой дедушка, он был таким-то, таким-то лучше, чем ваш. То есть, до этого вас, уже, субханаллах, до того они вас гордались, вот, гордились друг над другом, уже когда живых не осталось, кем бы гордиться, ходили на кладбище и говорили, в этой могиле лежит мой такой-то прадед, вот он был таким-то, таким-то. второе мнение это Ашхар это более оно такое известное и на этом Джумхур Али 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 большинство мнений ученых то есть до тех пор пока вы не посетили могилу то есть пока вы не умерли и вас мертвым не принесли в могилу не похоронили то есть человек был так сильно занят в этой дуне при умножении не обращал внимания на Ахират на вечность и умер то есть умер и его принесли уже мертвым где нету обратно сюда возвращения в эту жизнь его привели мертвым в могилу и похоронили поэтому Аллах Субхану Али Али говорит знаете то что эта жизнь Аллах описывает забава, игра также при украшении и гордыня между вами то есть когда гордитесь один клан над другим один человек над другим человеком гордится и приумножение в имуществе, в богатстве и в детях то есть имеется ввиду то есть вы так были заняты при умножении материального в этой жизни и не обращали внимания на вечность и думали что вот завтра начну молиться завтра начну поститься завтра начну думать о вечности но так вы сильно были заняты этой жизнью то что вас принесли мертвыми похоронили макабир и в этой тоже когда Аллах Субхану Али говорит хатта зуртум зуртум от слова зияра посещение посетили могилы и на это далиль доказательство то что зияра когда человек посещает что-то нужно потом то есть например гость приходит и посещает например человека посетить пришел или например человек пришел посетить больного он после посещения этого должен покинуть и уйти поэтому здесь тоже далиль то что в этом далиль доказательство то что вечно люди в могилах не остаются потому что они посещают могилы до определенного срока до судного дня потом воскрешают и уже будет судный день как говорится один из бедуинов он услышал как один бедуин услышал как один из мужчин читал эту ссору когда он прочитал эти аяты этот бедуин сказал то есть воскресли они и клянусь господом Каабы поистине тот кто посещает обязательно должен покинуть это место посещающий должен покинуть это место как бы он долго не был там как бы долго он не посещал но обязательно нужно покинуть поэтому аль-барзах именно вот эта вот жизнь в могилах это посещение могил то есть человек умирает его хоронят но он там не навечно на какой-то срок потом уже потом уже он воскрешает и уже направляется отчитываться за свою жизнь и уже вечность или ад или рай кого-то Аллах накажет грешников в аду потом очистит в аду и ведет в рай неверующих лицемеров Аллах вечно ведет в ад верующих да Аллах скажите чтобы мы были из этих иншаллах зайдут сразу в рай иншаллах бедуин также ученые говорят в этом есть далиль доказательства в этом то что сказал бедуин то что в могилах человек или наказывается или он там наслаждается как сказал пророк Мухаммад саллаллах алейхимусалям алкабру раузатун мин риал джанна ау хуфратун мин хуфаринна алкабр могила это сад из садов рая или яма из ям ада сказал пророк Мухаммад саллаллах алейхимусалям также ученые говорят что слово макбара или макабир нигде не встречается вот именно так макбара а макабир кроме как в этой суре аль-така-су теперь давайте чуть-чуть возьмем вкратце макабир это что это дару амват это то место где живут сейчас мертвые барзахи их душа как сказал Всевышний Аллах до судного дня они будут проживать в барзахи то есть то измерение между этой дуне и между вечности если взять кабру макбара саллаллаху алейхимусалям могилу пророка Мухаммада саллаллаху алейхимусалям дуфина фи худжар аиша то есть его похоронили в комнате аиша потом через два с половиной года примерно похоронили Абу Бакар вместе с ним то есть отца аиша друга посланника Аллаха первого халифа через два с чуть-чуть месяцем похоронили рядом с посланником Аллаха он лежал положили около плеча посланника Аллаха на правый бок в сторону Каабы через 10 лет похоронили там Умара тоже рядом с ними поэтому аиша разрешила потому что это комната аиши похоронили третьего Умара тоже на правом боку на правом боку рядом с плечом Абу Бакара направлено в сторону Каабы поэтому если мы когда кто-то едет в Медину и заходит например чтобы дать салям пророку Мухаммаду то есть когда опять же заходишь что нужно саляму алейки я Расулуллах саляму алейки Абу Бакар саляму алейки я Умара со стороны двери саляма вначале он дает салям пророку Мухаммаду потом Абу Бакару потом Умар Большинство жены пророка Мухаммада похоронены на кладбище Бакия на кладбище Бакия которое на востоке от востока мечети пророка Мухаммада рядом с там кроме Умма Маймуна аль-Хиллялия супруга пророка Мухаммада она похоронена на кладбище которое называется Сариф если ехать со стороны Медина в Мекку заезжать до Тан'има до мечети Аиши где делают мекканцы то есть до мечети Аиша примерно за несколько километров с правой стороны вот это кладбище Сариф где похоронена Умма Маймуна аль-Хиллялия супруга пророка Мухаммада посланник Аллах на седьмом году после Умры на ней женился там на этом месяце и там же она похоронена и там же она похоронена с правой стороны до въезда в Мекку теперь давайте возьмем также то есть часто задается вопрос например бывает там это тоже для Фаида возьмем для такой пользы отойдем от Тафсира например человек умер и каждый хочет у кого-то умер отец и оставляет место для мамы например бывает такое часто вот в селах бывает в городах там где-то типа забронировали еще одно место там супруга говорит я хочу чтобы меня похоронили рядом с супругом или сын говорит я хочу чтобы похоронили рядом с отцом тем самым они думают то что они вместе будут там в Ахирате в вечность если рядом похоронены но это не так уважаемые братья и сестры поэтому нет не нужно если у кого-то умер там близкий человек и еще одно место рядом оставлять чтобы рядом с ним похоронены они если были близки друг другу по духу сердцами верующие они все равно будут вместе И давайте возьмем, например, Аббас. Аббас, рада Аллаху Ангу, это дядя пророка Мухаммада, у него были сыновья, умерли. Посмотрите, Убейдулла. Один из сыновей у Аббаса, его звали Убейдулла. Он похоронен в Медине. Другой сын Абдулла, Абдулла ибн Аббас, который великий сахаба, великий ученый, он похоронен в Таефе. Фадль, Фадль это старший сын Аббаса, поэтому у него куния была Абу Фадль. Он похоронен в Шаме. Кусам, это сын Аббаса, один из тех, который присутствовал на похоронах, посланник Аллаха, он вообще похоронен где? В Узбекистане, в Самарканде. И Наббад, тоже один из сыновей, похоронен в Африке, в Африке. Посмотрите, это все родные братья от одного отца Аббаса, но все в разных странах похоронены, в разных городах. Не значит, что они вечно с ними встретятся. Нет, они будут, иншаллах, в райской обители. Фирдаус аль-Аля, спаджижники, посланник Аллаха, салаллаху алейху ассалям. Теперь возвращаемся в Тафсир опять. В следующем одессе Аллаху Субхану и Аббаса говорит, Но нет, скоро вы узнаете, потом Аллах, и аяты опять повторяют, и говорит, еще раз, нет, скоро вы узнаете. Еще раз, нет, сумма переводится как потом. Потом вы узнаете. Здесь повторяется аят По смыслу Но нет же, скоро вы узнаете Потом, еще раз нет, скоро вы узнаете Для чего повторение? Вае, ахамдуля, уже у вас знание есть Мы говорили то, что Часто повторяется, если что-то Для чего? Для конкретизации Для подтверждения Когда что-то повторяется, один аят Или одно слово, например Или смысл, то для подтверждения Но есть также другие мнения И более достоверные То, что нет, Аллах, Субхану Таля, говорит То, что первое, где Аллах говорит Но нет же, вы скоро узнаете И в следующем говорится, потом нет же Вы скоро знаете, первое, нет, скоро узнаете Это говорится об одном Потом, нет, скоро вы узнаете, говорится о другом Почему? Мы сейчас тоже Объясним, начало Первое, нет, скоро вы узнаете Ученые говорят, это Когда человеку приходит Ангел смерти, и он видит То, что не видят другие Видит этого ангела Это первое Второе, где Аллах говорит, Субхану Таля, потом нет, вы узнаете Скоро вы узнаете И это безразице верующий был, неверующий Му'мин Праведный, грешник Все увидят Ангела смерти Второе, где Субхану Таля, говорит Потом нет, вы узнаете Это имеется в виду Когда его человека положат в могилу Об этом идет речь И говорится второе Нет, скоро вы узнаете То есть, когда положат его в могилу Также говорится, что Другие ученые говорят, что Первое, где Аллах, Субхану Таля, сказал Нет, вы скоро узнаете Имейте в виду, когда человека положат в могилу А второе, когда он говорит Нет, скоро вы узнаете Когда воскреснет из могилы Как Аллах, Субхану Таля, говорит То есть, когда первый раз Ангел дунет в горн Срафиль То все уничтожится Второй раз, когда он дунет в горн Все встанут из могилы Все встанут из могилы Теперь вернемся Почему ученые говорят Что первое Нет, скоро вы узнаете Это, говорит Дает один смысл А второе Нет, скоро вы узнаете Дает другой смысл То есть, первое Нет, скоро вы узнаете Это имеется в виду Или Когда у человека приходит ангел смерти А второе По мнению Одному же мнению То, что когда в могиле Нет, скоро вы узнаете По другому мнению Первое Нет, скоро вы узнаете В могиле А второе Нет, скоро вы узнаете Когда человек воскреснет Но более достоверно первое То есть, когда первое Где Аллах, Субхану Таля, говорит Нет, скоро вы узнаете Имеется в виду, когда ангел смерти приходит. И второе, нет, скоро вы узнаете, когда человека положат в могилу. Почему? Четыре, по четырем принципам. По четырем, из-за четырех вещей. Первое. То есть, мы об этом говорили. Если есть аяты, похожие друг на друга, есть два варианта. Или подтверждение, повторение для подтверждения. Или дает новый смысл, аят. То, что новый смысл, он первоначально, в первую очередь, берется это, чем повторение. То есть, если дается новый смысл в повторении похожих аятах, то это более достовернее, чем это повторение для конкретизации. Второе. Почему? Это два мнения разных. То есть, именно первое об одном идет речь, второе о другом. Аллах, Субхану Та Ла, сказал в втором аяте. Потом вы узнаете. То есть, Аллах не сказал. Нет же, вы узнаете. Потом все вышли, скажут. Потом нет, вы узнаете. Имейте в виду, после слова потом, есть вақт тарахи. То есть, есть время какое-то. Потом. То есть, после этого. Поэтому имеется в виду. Первое имеется в виду, когда ангел смерти. Второе, потом, когда человека положат в могилу. Третье. Потому что это очевидно, ясно. То есть, то, что человек узнает во время смерти, это не то, что он узнает во время того, когда его положат в могилу. Это одно знание, а в могиле другое знание, когда придет к нему мункер, вонакир, будут спрашивать вопросы и так далее. И четвертое, то, что приводит от Алия, то, что он сказал, когда у нас спросили от Афсира этого аята. Это самый, можно сказать, сильный, вот это вот Далинна, это как раз. Он сказал. То есть, он ответил. Первое, где Аллах говорит. Нет же, вы узнаете. Это, когда придет человеку ангел смерти. Сакрат Аль Маут. Последний вдохи, когда душа выходит в человека. А второе, он сказал, это когда человека положат в могилу. Дальше, Субхану Ва Та'але сказал. О, нет, если бы вы только обладали знанием с полной убежденностью. Давайте вернемся в Афсир. Есть три вещи. Если в Кур'ан мы почитаем. Есть. Ильму льякин. Есть. Дальше увидим. Айн у льякин. И есть также, как в сурате л-уа-ка'а. Хакку льякин. Ильму льякин. Айн у льякин. И есть хакку льякин. Что это такое? Ильму льякин. Это. Ильм переводится как знание. Якин. Убежденность. Ли щиддатил имяна. Когда у человека сильная вера. Он по знанию. То есть верит в это. Например, мы с вами Аллаха Субхану Алина не видели. Мы не видели Судный день. Не видели рай. Но мы верим в это. Потому что мы верим в это. То есть у человека есть, альхамду лья, имяна. Поэтому, как говорится, что такое ихсан. Дараджат иль-ихсан. Это когда пророк Мухаммад саллаху алейсалям сказал, ответил Джибраилу алейсалям. Анти абду Аллаха каэнна ка тарах, фа инна мта кун тарах, фа инна ху я рак. То есть это когда ты поклоняешься Аллаху так, будто ты его видишь. Но ты его не видишь. При этом знаешь, что Аллах тебя видит. Второе айну льякин это мушагадату хиссия бель айн. Это когда нужно увидеть что ли-то глазом. То есть первое, человек верит сердцем, даже не видел. Второе айну льякин глазом видит. Третье хакку льякин это мухалата у мулямаса. Когда человек трогает, дотрагивается до чего-то. И вот привели, чтобы было ясно, ученые приводят такой пример. Например, человеку говорят, веришь ли ты, что существует кааба. Он скажет, наам. Да, говорит, я верю, что существует кааба. Но туда он не ездил, Мекку не видел. Почему? Потому что я направляюсь в сторону Кыбля. Все мусульмане сюда молятся. И я верю, что она существует. Вот это вот айн у льякин. Знание, убежденность. Айн у льякин. Айн у льякин, когда глазом человек увидел. Он когда приезжает, например, в Мекку. Если Аллах ему позволил, прилетел в Мекку. Издалека увидел каабу. Теперь уже у него не просто айн у льякин, а айн у льякин. Он глазом увидел. И хак ку льякин, когда он зайдет, приблизит каабу, потрогает ее, обнимет, поцелует. Вот это уже хак ку льякин. Вот такой вот приводит пример аль у ляма ученые. Здесь Аллах говорит. О нет, если бы вы только обладали знанием с полной убежденностью. Здесь ученые говорят. Здесь есть два мнения для ученых. И более достоверное то, что ученые говорят, когда читаем эту суру. Когда мы читаем аят. Калла лау ти'аламуна айлма льякин. Ла буда минал вақф. Тут нужно обязательно остановиться. Потому что почему? Потому что если соединить, прочитать. Калла лау ти'аламуна айлма льякин. Ла таравунна лжахим. О нет. Если соединить со следующим аятом, смысл изменится. Как будто мы читаем. О нет, если бы вы только обладали знанием с полной убежденностью. То вы бы неприведно увидели ад. Нет. Не об этом идет речь. А следующий аят это не джавабу шарт. Это не ответ на предыдущий аят. А что имеется ввиду? То есть джавабу на махзуф. Здесь ответ на это, он скрытый. Как бы Аллах Субхануа Та'ля говорит. Как бы Аллах Субхануа Та'ля говорит. Калла лау ти'аламуна айлма льякин. Ла ма лхаткуму дуня. Как бы Аллах Субхануа Та'ля говорит. О нет, если бы вы только обладали знанием с полной убежденностью. Тогда бы эта дуня не заставила вас забыть об Ахирате. Здесь ответ, имейте ввиду, возвращаться назад нужно. То есть этот аят, смысл его остается позади. И потом даже. Ла таравунна лжахим. Где в следующем аяте говорят. Вы непременно увидите ад. Здесь до этого, до этого, что должно было быть, смысл он тоже скрыт. Как бы Аллах Субхануа Та'ля говорит. Клянусь своим величием. Вы воскреснете и увидите. И увидите ад. Имеется ввиду, увидите ад. Все увидят ад. Это когда будут проходить через сират, через мост. Внизу будет огонь. И все увидят верующие и неверующие, которые туда попадут. Тем более. Почему? Потому что, мы как сказали, это убежденность. Правильно? И это не связано с тем, чтобы увидеть ад. Например, неверующему человеку. Например, неверующий человек, он не верит. Уджуду нам. Не верит, что существует ад. Но не значит, что он его не увидит. Он будет брошен в ад. Поэтому он с этим аятом, они не соединяются. Поэтому тут уже новая джумля. То есть, как бы Аллах говорит, если бы вы только обладали знанием с полной убежденностью. Здесь останавливается смысл. Имеется ввиду, если бы у вас были знания с полной убежденностью, вас бы не обмануло бы этот джумля. А следующий уже новый смысл дает, вы непременно увидите ад. Это уже другой смысл, не связан с предыдущим. И второе мнение здесь, это более слабое мнение, но мы тоже его возьмем. То есть, можно соединять эти аяты, не обязательно останавливаются, но это более слабое мнение. Как бы здесь, то есть, взгляд не глазом, а сердцем. То есть, как будто человек, если бы он, если бы вы только обладали знанием с полной убежденностью, вы бы тогда увидели ад. Имеется ввиду, когда человек молится, его представляет ад своим сердцем, своим глазом. Вот это имеется ввиду. Но это более слабое мнение. Джамхир, ахли муфасирин, первое, более сильное мнение. И на нем большинство ученых в области Тафсира. Джахиим, это одно из названий ады. Пусть Аллах убережит нас, и вас, братья и сестры. Дальше, Субханаму А.Т. говорит, Сумма ла таравуннаха айна льякин. Уже айна льякин, глазом. Вы увидите его своими глазами, доподлинно. То есть, имеется ввиду, увидите своими глазами ад. Имеете ввиду, увидите своими глазами. Поэтому здесь ученые говорят, это то, что сделал Ибрагим А.С. Ибрагим А.С. Он верил, что Аллах может оживить мертвого человека. Как в Сурат-Аль-Бақара приводится, когда Ибрагим А.С. сказал, «О, Аллах, покажи мне, как ты оживляешь мертвого». Он верил, что Аллах Субханаму А.Т. оживляет. Но хотел, ученый говорит, Отсюда он хотел перейти на другую степень, из убежденного знания, от «илму льякина на «айну льякин», чтобы увидеть глазом. Хотя он верил, что Аллах Субханаму А.С. может оживить мертвого. И Аллах говорит, «А, кала, улам ту, мин кала, беля, валякин ли ятума инна кальбе». Говорит, Аллах ему задал вопрос, «Неужели ты же не веришь, что ли? Ты же веришь, Ибрагим?» Он говорит, «Я верю, но, однако, для того, чтобы успокоить свое сердце». И Аллах Субханаму А.С. ему не просто дал «айну льякин», он дал его «хакку льякин». Он уже потрогал этого мертвого, птичку, да, там, в Тавсире, иншалла, когда до Сурат-Бақара дойдем, он уже потрогал, не просто увидел, а потрогал то, что Аллах Субханаму А.С. его привел «хакку льякин» то есть он мог это потрогать, это мертвичину. И последний аят Субханаму А.С. сказал «Сумма лету салюнна йоу мейдин анин наим». В тот день, судно день, вы будете спрошены о благах наим, то есть благе, которые Аллах Субханаму А.С. нам дал. Кто, здесь задается вопрос, кого Аллах будет спрашивать за те благи, которые давал, верующего или неверующего? Геанли, му'минау кафир. Обоих. И неверующего будет спрашивать Аллах Субханаму А.С. и верующего. Но однако, верующего Аллах Субханаму А.С. по-другому будет спрашивать. Почему? Потому что он понимал, что это милость от Аллаха. И он благодарил Аллаха Субханаму А.С. за эту милость. И он был благодарен Всевышленом Аллаху Субханаму А.С. И его по-другому будет спрашивать Аллах. Неверующий. Он не верил в эту милость. Он приписывал ее к себе, не к Аллаху. Может быть, через эту милость ослушивался Аллаха. А верующий через эту милость приближался к Аллаху. Но каждого Аллах спросит за это. И какой долель на это, что верующий тоже будет спрошен. Один раз пророк Мухаммад, как в достоином хадифе сказано, вышел ночью в мечеть в Медине. И увидел там Абу-Бакр и Умар Абн-Хаттаба. И тогда спросил, что вас вывело на улицу ночью? На что Абу-Бакр и Умар Абн-Хаттаб сказали, что мы голодны, хотим кушать, не можем заснуть. И за это вышли. Когда пророк Мухаммад сказал, что я то же самое чувствую, что вы чувствуете. И взял их в дом Абу-Айуба-Лансари. Абу-Айуба-Лансари был из богатых сахабов. Пришли в дом, постучали, открыла его супруга. И увидела, что Абу-Бакр и Умар Абн-Хаттаб с ними посланник Аллаха. Супруга его Абу-Айуба-Лансари очень сильно обрадовалась. И на что они спросили, где твой супруг. Сейчас он придет, он пошел за водой, заходите. То есть они зашли. И тогда, когда он пришел, вернулся Абу-Айуба-Лансари, его супруга сказала, у нас гости. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, Абу-Бакр и Умар. На что Абу-Айуба-Лансари очень сильно обрадовался и сказал, Клянусь Аллахом, они не застанут более щедрого того, кто принимает гостей, кроме как меня. То есть он говорит, я их сейчас угощу. Так обрадовался Абу-Айуба-Лансари, то что к нему пришел в гости пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, Абу-Бакр, Умар, саллаллаху алейхи вассалям. И посадил, пришел к Нахля, к своему саду, к своей пальме. Он оттуда сорвал финики, оттуда сорвал финики, оттамар, ротат и бисер, то есть три вида фиников положил. Потом он сказал, взял нож, я вам зарежу барашку. На что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Иякова-Лхалюб, то есть еще подшутил, сказал Абу-Айуба-Лансари, не смотри для нас ту барашку, ту козу, которая дает молоко, не режь. На что Абу-Айуба-Лансари зарезал барашку или козу, принес им, положил, они покушали. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, то есть смотрите, не так уж много, три вида фиников и барашка. Покушал Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, Абу-Бакра, и Умрам, и Хаттаб. И Пророк Мухаммад, после того, как покушали, заплакал очень сильно, до того, чтобы борода намокла от его слез. Тогда Абу-Бакра, и Умрам, и Умрам, сказал, Почему ты плачешь, у посланника Аллаха? На что он сказал? Говорит, прочитал аят, в тот день вы будете спрошены о благах. Вот это благо, которое вы сейчас покушали, в Аллах, Аллах с вас спросит за это. Вы покушали из результата Аллаха, и Аллах за это спросит, были ли благодарны Ему или нет. На сегодняшний день, братья и сестры, сколько мы кушаем, сколько милости, какую только еду мы с вами не кушаем, овощи, фрукты, выбираем, что сегодня, там, супруги говорят, сегодня это приготовь, маме там говорят, завтра то приготовь. Разные виды еды, рыба, мясо, чего только нету, супханаллах. Какая милость Аллах нам дал? Самая высшая милость, то, что мы с вами муэмины, верующие в Аллах, то, что Аллах, милость, то, что мы можем видеть, то, что мы можем слышать, разговаривать, знание Аллах, то, что мы можем ходить, то есть имущество. Аллах в Коране говорит, если вы начнете пересчитывать милость Аллаха, обхватить их не сможете, пересчитать невозможно. Невозможно их пересчитать всей милостью Аллаха. Даже вот водичку мы берем, например, да, бисмилля, пьем. Сама по себе вода – это милость. Сама по себе вода – милость. Но сколько людей, которые не могут взять рукой воду и поднять ее, парализованы? Сами не могут сделать глоток, тяжело им глотать больные люди. Или бывают люди где-то там, где идут войны, быстро-быстро пьют, тут стреляются, тут какие-то насекомые ползают там, где там в пустыне живет, дома нету. Или вода, бывает там нету вкусной воды, как в Африке. Сколько Аллах нам милости дал. Сколько нам с нами Всевышний Аллах милости дал. Поэтому за эту милость мы должны благодарить Всевышнему Аллаху, субхану ва-та'але. Обещу крит, я думаю, нян. Когда благодарим Аллаха, Аллах дает так, что милость, это будет она более дольше и баракатной, и благодатной. Как Аллах в Коране говорит, Если вы будете благодарны мне, то я вам еще больше дам. Но если будете неблагодарны, то тогда увидите мое сильное наказание. Поэтому человек, аль-хамду-ли, с него есть что покушать, что одеть, с крыши над головой попить. Он верующий, аль-хамду-ли, с семьей есть. Это великая милость, Аллаху, субхану ва-та'але. В Аллахе, великая милость Всевышнего Аллаха, субхану ва-та'але. И еще раз прочитаем перевод этой суры. Страсть к преумножению увлекает вас, пока вы не посетите могилы. Но нет, скоро вы узнаете. Еще раз нет, скоро вы узнаете. О нет, если бы вы только обладали знанием с полной убежденностью, вы непременно увидите ад. Вы увидите его своими глазами. В тот день вы будете спрошены о благах. И хотелось бы этот эфир закончить неким таким стихотворением, как один из поэтов сказал. Извините, меня тут назвали просто. Сейчас я, иншаллах, закончу. Если бы мы после смерти были бы оставлены, то есть умер человек и все забыт, оставлен, то тогда бы смерть была бы отдыхом для каждого живого. Но однако, когда мы умрем, мы будем воскрешены, и тогда будем спрошены за каждую вещь. Баракаллафикум, чазакум нахайр, берегите себя и близких. Иншаллах, до следующих эфир. Саллиллаху альянь бина мухаммад, ва аля алихи и сахабих и жмаин. Вассаламу алейкум, ва рахматуллахи и баракатах.